МОСКОВСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЕДЖА РАДОСТЬЮ ПОБЕД И ЖЕЛАНИЯ ВСЕГДА БЫТЬ ЛУЧШИМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЕДЬ СТАРИННЫЙ СТОИТ НАД МОСКВОЮ РЕКОЙ Средь храмов и стен монастырских он выглядит как молодой Для многих он стал альмаматор, храм знаний студенческих дней Началом серьезных профессий, открытием новых друзей История учебного заведения начинается в далекие 30-е годы 20 века Бурно развивающаяся промышленность требовала тогда большего количества специалистов Технических специальностей Большую роль в развитии и становлении техникума сыграл видный ученый Капица Который не только сам проводил занятия, но и помогал в трудоустройстве выпускников За долгие годы существования учебное заведение прошло множество преобразований Архивные данные повествуют о том долгом и трудном пути, который пришлось пройти нашему учебному заведению, а также накопленном богатом опыте Первые упоминания о нашем учебном заведении относятся к 1928 году Когда на берегу Москвы реки, в старинном здании середины 19 века По распоряжению Московского отдела народного образования Был открыт Рогожско-Симоновский вечерний техникум В 1931 году он был преобразован в Московский механический рабочий учебный комбинат При заводе имени Владимира Ильича В 1933 году комбинат переименовывается в Московский механический учебный техникум С 1934 года преобразуется в Институт подготовки и повышения квалификации тяжелой промышленности С 1935 года преобразуется в Московский механический техникум Наркомпроса РСПСР С 1951 года техникум кислородного машиностроения и Московский сварочный техникум Объединили в кислородно-сварочный техникум химической промышленности СССР Который в сентябре 1955 года переименован в первый Московский химико-механический техникум Министерства химической промышленности СССР В 1956 году учебное заведение снова переименовывается в Московский машиностроительный техникум Министерства машиностроения СССР А с 1959 года он преобразован в кислородно-сварочный техникум В 1992 году учебный машиностроительный колледж И только в 1997 году на основании решения общего собрания трудового коллектива И в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации Колледж был переименован в Московский технологический колледж Данное название он носит и поныне, что более точно соответствует Сегодняшней специфике нашего учебного заведения В историческую летопись колледжа вписаны многие яркие страницы биографии Это периоды становления, развития, достижения богатого опыта Несомненно, огромную роль на всех этих этапах играли люди За долгие годы своего существования колледж выпустил многих знаменитых людей Среди выпускников нашего колледжа есть доктора наук Профессора, заслуженные деятели науки, герой Советского Союза, инженеры ВВС, академики, народный артист России И многие другие знаменитые люди и высоко квалифицированные специалисты Профессионалы своего дела 3 февраля 2015 года реказом Департамента образования города Москвы К нашему колледжу был присоединен строительную технику номер 46 Сегодня день не просто светил Хотя в сентябрьские дни Любимый колледж поздравляю С тобой на свете не одни Немного добрых педагогов передадут тепло души В столовой вкусные обеды всегда как чудо хороши И в юбилей я пожелаю Твоим стенам тепло любви Здесь пацанов выводят в люди И автосервисы нас ждут С праздником! Здесь мастерство нас всех научит свою профессию юбить Заданий сложных не бояться И все на свете починить И в юбилей я пожелаю Твоим стенам тепло и уют Здесь людей выводят в люди И это как грамотно звучит Спасибо! 22 декабря 2012 года Приказом департамента образования города Москвы Колледжу был присоединен политехнический колледж номер 31 И скажу честь воздав сполна Девять ушедших были Какие были времена Какие люди были Эти строки относятся к нашему колледжу История создания которого насчитывает многие десятки лет История колледжа это завод преподавателей и обучающихся В 1916 году братья Рябушинские создают в Москве Московское автомобильное товарищество ОМОН Поиски места для завода привели Рябушинских в Тюфелевую рощу Площадка для завода была довольно удобная Вблизи ее протекала Москва-река А недалеко были железнодорожные станции Симонова и Кожункова Проектировать и строить Первый в России автомобильный завод Было очень замечательно Наступил 1917 год Империалистическая война продолжалась Кризис в стране углублялся Шла голодная зима И закончить строительство завода Рябушинских К сожалению помешала мировая война Завод почти полностью построенный И более чем наполовину Оскощенный 15 августа 1918 года Был национализирован В 2019 году при заводе были созданы Ремесленные курсы для подростков Которые 25 марта 1920 года Были преобразованы в фабрично-заводское училище ФЗУ Это и дата Считается официальной датой Создания учебного заведения Впоследствии несколько раз Менялось название Но всегда стояла цифра номер один Которая всегда красноречила Подтверждала не только почетный возраст Но и высокий класс профессионального образования Ведь нашему колледжу 98 лет На основании указа Президиума Верховного Совета СССР С октября 1940 года Школа ФЗУ переименована Премесленное училище номер один Первый выпуск составил 2000 человек Причем это так называемая Колхозная молодежь Которая получила возможность Приобщиться к фабричному заводскому труду Одна из самых ярких страниц Вписана в историю учебного заведения Суровые годы Великой Отечественной войны Призыв Все для фронта Все для разгрома врага Явился девизом для учащихся В их повседневном труде Подростки 14-15 лет Работали по 12 и более часов в день Обывало и оставались у знакомых ночевать Они выпускали мины, минометы, гранаты и другое вооружение До последнего вздоха защищал Сталинградскую землю И навсегда остался в ней Черноглазый лейтенант испанец Командир пулеметной роты Рубен Руиси Барури Сын испанских коммунистов Который сам ребенком сражался с франкистами и фашистами Он навечно зачислен в ряды наших студентов В 1986 году Из ПТУ номер 1 Было присвоено имя Героя Советского Союза Выпускника Рубена Руиса Барури При защите своей второй родины Выпускников училища знала вся страна Газеты призывали ровняться на всю трудовую Москву Им посвящались свои стихи Тимьян Бедный и Самуил Маншак Вот с такими учениками Мастерами росло и крепло училище Достигая больших успехов За успехи в производственной Учебно-воспитательной деятельности Училище в 1967 году Было награждено Орденом Трудового Красного Знамени В 70-е и 90-е годы ПТУ номер 1 Выполняло заказы не только для города Но и для Кубы Параллельно с училищем При заводе ЗИЛ Работал и автомеханический техникум Готовивший специалистов Более высокого уровня На их базе и готовил И открылся в 1993 году Московский автомобильный колледж В 2007 году Политехнический колледж номер 31 Сколько названий сменил колледж? Сколько он перенес преобразований? Шли годы, сменялись люди В настоящее время Московский технологический колледж Это крупное образовательное учреждение Передовая площадка в части информационных технологий Где проводится цифровой чемпионат По стандартам WorldSkills И более за почти вековую историю колледжа Были подготовлены специалисты Автомобильной промышленности Среди которых Лауреаты Государственной и Ленинской премии Деятели науки Мастера Золотые ручки Их имена Все не перечесть Они Живая история колледжа Спасибо Наш МТК Исполняет Козин Федор Иванович Золотые ручки Золотые ручки Золотые ручки Наш МТК Начало 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 Ты в жизни моей Надежней Золотые ручки Наш МТК Пускай много лет Золотые ручки Золотые ручки Золотые ручки Золотые ручки Золотые ручки Наш МТК Наш М 파 goodness Начало Начало Тебя Золотые ручки Если Золотые ручки Пускай Золотые ручки Наш МТК К нашему учебному заведению повезло. На протяжении 90 лет его возглавляют умелые, талантливые и целеустремленные люди, каждый из которых вкладывал в учебный воспитательный процесс частичку своей души. Слово предоставляется директору нашего колледжа Волкову Алексею Владимировичу. Здравствуйте. Я очень рад вас здесь всех видеть. Студентов, преподавателей, гостей, соцпартнеров. И, конечно же, я очень рад здесь видеть своих совместителей, из которых, конечно, я бы никогда, наверное, не добился вот таких результатов, которые, в общем-то, на сегодняшний день у нас есть. Поэтому для начала бы я хотел пригласить на сцену Карину Карлену и Николаевну. Это, в общем-то, наши, наверное, самые островные сотрудники, которые, в общем-то, у нас, все вы помните, ведет образовательный процесс и, собственно, у нас китайцы. Ну, как бы то ни было, у нас сегодня с вами очень сильно повезло. У нас сегодня с вами два праздника. Ну, первое, то, что вот у нас сегодня 90 лет. У нас юбилей замечательных, с чем вас всех искать не поздравляют. Ну, а второй праздник у нас с вами сегодня, кто мне подскажет? День Учителя. Именно, День Учителя. Если бы не было Учителя, то бы и не было ничего 90 лет. Никогда бы их не было, потому что им бы нечего было бы отмечать. Поэтому я от всей души поздравляю преподавателей, которые все эти годы работали в этом учреждении, которые сейчас работают в этом учреждении, которые будут работать в этом учреждении. И желаю им больших профессиональных успехов. И чтобы они росли сами под собой, росли в своем профессиональном росте, и чтобы их любили дети, как своих собственных родителей. И в честь таких двух знаменательных дат, точнее праздников, дат у нас одна, хотелось бы наградить почетными грамотами особо отличительных педагогов, которые действительно вкладывали душу, свои силы в том, чтобы наше учреждение стало таким, каким оно стало. Поэтому я передаю сейчас микрофон своим заместителям. Еще раз всех поздравляю с юбилеем, поздравляю с Днем Учителя и желаю вам всего самого-самого лучшего. Спасибо вам большое. Добрый день, уважаемые коллеги, гости, уважаемые студенты. Разрешите от всей души поздравить вас с юбилейным праздником в нашем 90-е, в нашем учебном заведении и с Днем Учителя. Я хочу пожелать вам всем здоровья, удачи, счастья, чтобы нас всегда окружали такие ребята, такие будущие специалисты, которых мы с вами выращиваем. И надеемся, что мы будем всегда гордиться нашими выпускниками и, самое главное, гордиться нашими студентами. Мы с вами одна команда, команда преподавателей, наставников, команда студентов. У нас с вами единая цель, чтобы мы с вами выпустили хороших профессионалов, сильных профессионалов, которые будут необходимы нашему рынку труда. Это главное. И второе, чтобы мы выпустили именно настоящих людей, чтобы нам никогда не было стыдно о том, что это выпускник Московского технологического колледжа. И чтобы в следующий юбилей нашего учебного заведения мы уже увидели фотографии ребят, которые сидят в нашем зале и которые обучаются в нашем колледже. Это слово предоставляется Ирина Николаевна. Уважаемые преподаватели, уважаемые сотрудники колледжа, дорогие ребята, уважаемые гости. От всей души поздравляю с таким большим юбилеем, с 90-летием нашего колледжа. Желаю всем бодрости духа, отличного здоровья, прекрасного рабочего настроения, исполнения всех желаний. И хочу сказать немного-немного об истории нашего колледжа, но той истории, которую знаю я. Я в колледже работаю 32 года. Когда я сюда пришла, колледж был федерального подчинения, его никто никогда не ремонтировал. Мы ходили в коридор, правда был везде паркет, который вздувался, как только брызгал маленький дождик. Мы ходили по этому ужасному паркету, все там спотыкались и так далее. Мебель была ужасная. Ну, в общем, то, что сейчас мы видим здесь, это только появилось с того момента, когда колледж стал не федеральным подчинением, а московским подчинением. Поэтому большое спасибо департаменту образования города Москвы за то, что он сделал для нашего колледжа. Он просто преобразился до неузнаваемости. И все ребята, которые, выпускники прошлых лет, приходят к нам сюда, они так удивляются, что они вообще ничего такого раньше-то и не видели. Вам, конечно, это, ну, странно и необычно, но на самом деле мы с вами работаем, мы учимся в очень хороших условиях. То есть все условия, которые создала мне паркетами, замечательные условия для того, чтобы ребята получали специальности и профессии. Вот немножечко отступления. Ну, среди наших преподавателей, которые работали много лет, это Лизунова Надежда Николаевна, Девланенко Людмила Валентиновна, Рыжиков Юрий Николаевич, Корректор Юна Смирнова. В общем, осталось немного, немного осталось тех, кто работал в те далекие годы. Но традиции нашего колледжа, которые заложились в те годы, они сохраняются и по сей день. Мы вот проводим, например, вот День Учителя отмечаем, последние звонки, освещение студентов, ну и другие мероприятия. И это из года в год, и от этого мы никогда не отступаем. Мы чтим наших ветеранов, не забываем пенсионеров, ну и другие разные мероприятия. Поэтому еще раз я хочу вас всех поздравить с этим деменательным событием за одной из Днем Учителя. Так у нас получилось, что эти два праздника наложились один на другой. Ну и в честь деменательных событий администрация колледжа подготовила грамоты преподавателям, сотрудникам, те, которые проявили себя, на взгляд администрации, наиболее выдающихся. Ну и еще хочу сказать, что мы так с вами активно трудимся, что в этом году вышли на 307 место в рейтинге по всем образовательным учреждениям города Москвы. Это очень хорошее место, но нам надо войти как минимум в число 300. То есть не 307, а 290 хотя бы. И это все зависит от нас с вами, от наших побед и результатов. Ну что, теперь грамоты. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы, Московский технологический колледж выражает благодарность Золотовой Ольне Васильевне за высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность Объявляется Мосиной Елизавете Юрьевне за высокий профессионализм и плодотворный труд. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарность Благодарность Выражается Диакова Елене Вадимовне. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарность Выражается Побезаковой Ларис Николаевне За высокий профессионализм и плодотворный труд. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарность Выражается Гончаровой Олеся Леонидовне За высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность Объявляется Макару Елене Алексеевне За высокий профессионализм и плодотворный труд. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарность Выражается Благодарность Татьяне Алексеевне За высокий профессионализм и плодотворный труд. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарственные письма Департамента образования Города Москвы Вручаются Кутищевой Марине Сергеевне АПЛОДИСМЕНТЫ Николай Эвна Эвихам АПЛОДИСМЕНТЫ Скачковой Елене Вариками АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарным вручается Шапелеву Сергею Николаевичу за высокий профессионализм и подотворный труд. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарным вручается Шамыкину Николаю Сергеевичу за высокий профессионализм и подотворный труд. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарным вручается Васильеву Людмиле Анатольевне за высокий профессионализм и подотворный труд. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарным вручается Крышина Екатерина Михайловна за высокий профессионализм и подотворный труд. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарным вручается Броневичу Сергею Юсифовне за высокий профессионализм и подотворный труд. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарным вручается Рыжикова Юрия Николаевича за высокий профессионализм и подотворный труд. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарным вручается Базанова Елене Ивановне за высокий профессионализм и подотворный труд. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарным вручается Романова Елене Витальевне за высокий профессионализм и подотворный труд. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарность выражается Чумову Владимиру Владимировичу за высокий прислабитель и плодотворный труд. Благодарность выражается Халилову Рафаилу Халиловичу за высокий прислабитель и плодотворный труд. Благодарность выражается Полянскому Анатолию Синафонтовичу за высокий прислабитель и плодотворный труд. Московский технологический кульс выражает благодарность Синельщикову Анатолию Константиновичу за высокий прислабитель и плодотворный труд. Благодарность выражается Малуяну Василию Сергеевичу за высокий прислабитель и плодотворный труд. Благодарность вручается Зимонову Владимиру Николаевичу за высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность вручается Макровой Ирине Иннокентьевне за высокий профессионализм и плодотворный труд. В московских технологических колледжах выражают благодарность Зимонову Екатерине Александровне за высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность вручается Макросовой Екатерине Владимировне за высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность вручается Зимонову Владимиру Николаевичу за высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность вручается Макарове Марине Игоревне за высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность вручается Екатерине Владимировне за высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность вручается Кудряшовой Екатерине Владимировне за высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность вручается Кругловой Татьяне Викторовне за высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность вручается Королевой Раисе Николаевне за высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность вручается Кузловой Ольге Андреевне за высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность вручается Кузловой Ольге Андреевне за высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность вручается Кузловой Ольге Андреевне за высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность вручается Кузловой Ольге Андреевне за высокий профессионализм и плодотворный труд. Благодарность вручается Кузловой Ольге Андреевне за высокий профессионализм и плодотворный труд. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Остановилась, отдыхалась немного, и снова пошла в мою сердце, остановилась в мою сердце, замерла в мою сердце. КОНЕЦ Ну, вторая песня тоже как бы по теме будет. Константин Никорский, московский композитор, «Один взгляд назад». Всего-то 90 лет надо глянуться назад. Пожалуйста. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать на наш канал! 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 Елена Осиповна Проминича. Неграждай. Благодарственное письмо за благотворное сотрудничество в подготовке рабочих кадров награждается благодарственным письмом Рыжова Татьяна Алексеевна. Благодарственным письмом награждается заведующий практик. Преподаватель по светодисциплинам Петров Александр Анатольевич. И благодарственным письмом награждается директор колледжа Волков Алексей Владимирович. Преподаватель по светодисциплинам Петров Александр Анатольевич. Это такое издание подарочное. Москва и промышленное, московские промышленные предприятия. Да, да. Спасибо вам. Спасибо вам. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень приятно стоять на обещании сегодня и поздравлять коллег-преподавателей с Днем Учителя. А всех нас поздравить с 90-летием колледжа. Ира, ты 32 года. Мы с тобой познакомились 30 лет назад. Мы помним этот паркет. Мы помним обшарпанные стены. Ребята, сейчас 90. 90 лет колледж. Я вас всех приглашаю на 100-летие. Я приползу, обещаю. Ну а компания «Промхолод» 17 лет сотрудничества. Более 40 выпускников колледжа учатся. Работают у нас. Значит, сейчас идет полным ходом подготовка к волк-скилсу и компетенции холодильной техники. Приложим все силы, чтобы занять по крайней мере призовые места. Чемпионство чуть-чуть впереди. Ребята, я желаю вам выйти отсюда, профессионалов. Я желаю вам успех. Преподавателям вашим я желаю терпения. Юра, терпения всем нам. От всей души. От всей души поздравляем с огромной датой. Ну и остальное в 100-летие впереди. Всего доброго. Что в молодых без стажа? Никуда. Мы вспомнили сегодня. Неспроста. Мы ваши все ученики. Вы опытом своим нам помогаете. Расти. Ведь наш успех трудом украшен вашим. Всех поколений творчеством. Большим. Всех тех, кто здесь сердце частичку оставил, всех, кто в этих стенах без меры и правил, себя не жалел, растворяясь в работе, не думал о славе, наградах, почете, чей труд в море знаний по капле вливался, тех, кто в вере на мечте оставался. А вы, Мария, Бах Куна, веселая полька, Вальтер Воякая, глава ряда Гран-при международного конкурса, Алексей Дементьев, концепт-мейстер Лилия Ворнова. Аплодисменты. 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 Не смейте забывать учителей. Читает Мальцева Диана. Не смейте забывать учителей. Они о нас тревожатся и помнят. И в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращений и вестей. А мы порой так равнодушны к ним. Под Новый год не шлем им поздравлений. И в суете и попросту излении не пишем, не заходим, не звоним. Они нас ждут, они следят за нами. И радуются каждый раз за тех, кто снова где-то выдержал экзамен. На мужество, на честность, на успех. Не смейте забывать учителей. Пусть будет жизнь достойна их усилий. Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей. Фёдор Иванович. Фёдор Иванович. Фёдор Иванович. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Садом-садом Кумайского и батиков Данила. Садом-садом Кумайского Садом 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 Кумайского Школа танцев МТК. Танцы народов мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!